Для того, чтобы подготовить городские дороги к летнему периоду, из бюджета Севастополя выделят более 410 миллионов рублей. Игорь Титов заверил, этих средств будет достаточно для реализации всех планов. А их очень много. Очистить дороги, скосить траву и кустарники на прилегающих территориях, заменить и обновить бортовой камень, нанести дорожную разметку. Большую часть работы выполнит Севастопольский автодор. Силами ГБУ Севастопольский автодор будет выполнено. Нанесение дорожной разметки краской в городе 85 километров. Нанесение дорожной разметки термопластиком в городе 55 километров. Обновление эмалью термопластиковой разметки в городе 34 километра. И нанесение разметки пешеходных переходов более 590 штук. Часть обязанностей передадут сторонним подрядным организациям. По словам Игоря Титова, бригады для проведения работ уже сформированы. Техника готова к работе. Которые будут выполнять вертикальную разметку. Это разметка на бордюрном камне 169 километров. Покраска металлического барьерного ограждения 35 километров. Нанесение дорожной разметки краской на пригородных дорогах 665 километров. Нанесение дорожной разметки термопластиком в городской черте 42 километра. И нанесение разметки пешеходных переходов более 170 штук. Восстановлением и нанесением дорожной разметки на 159 основных улицах города и 38 пригородных участках Севастополя займутся в апреле. Для долговечности применят специальную разметку из термопластика. До 1 мая в городе работы выполнят полностью. На 80% разметят пешеходные переходы. На пригородных дорогах к 1 маю могут не успеть, отметил Игорь Титов. И тут же получил соответствующее поручение. Конкурсы проведены. Конкурсы проведены. Тогда срок никто не снимал 1 мая. То есть подрядные организации внешние, по ним уже по всем конкурсы проведены. Правильно понимаю? Стремитесь. Срок 1 мая. Скось оттарву и срежут кустарники на почти пяти сотнях километрах, прилегающих к дорогам территориях. Разработали и план действий по санитарной и механизированной очистке городских дорог. Центр города предполагает ежедневную очистку. Городская черта очистка 4 раза в месяц – это пригородные дороги. И на пригородных дорогах сануборка 2 раза в месяц, по 4 раза, а также по 4 раза в месяц сбор случайного мусора вручную. От подготовки дорог к летнему периоду перешли к теме образования. Говорили о наболевшем. Дмитрий Овсяников выразил недоумение. Малыши продолжают ходить в детский сад номер 127 на улице Хрусталёва, несмотря на аварийное состояние объекта. Губернатор отметил, акт об этом подписали ещё два месяца назад. Однако директор департамента образования Михаил Родиков по каким-то причинам об этом не говорил. Почему именно глава города решил спросить у самого Родикова? Дмитрий Владимирович, сейчас повторная экспертиза идёт, потому что коллегия от того, что наша ГКУ говорит, что акт составлен не совсем по форме и признать аварийным нельзя. Повторно проведём, вам доложим. Окончательный вывод об аварии с детского сада сделать на сегодняшний момент невозможно. А когда вы его сделаете? Как экспертизу сделаем? В ближайшее время. Ответьте на вопрос. Детские сады же вам подведут, но вы же должны вместе с директорами управлять ситуацией, проводить вовремя техническое обследование, повторную экспертизу. Дмитрий Владимирович, в ближайшее время не готов ответить. Я лично воспринимаю, что вы не контролируете ситуацию абсолютно подведут в учреждениях, не знаете, что у вас происходит. Вовремя не делайте необходимые повторные экспертизы, и мы не можем принимать качественные решения. Ещё летом прошлого года заведующая детским садом заказывала обследование здания на предмет аварийности объекта. Экспертиза показала неудовлетворительное состояние фундамента здания. При ограниченной работе способности всех остальных конструктивных элементов здания, проблема эта не новая. Пытались заниматься этой проблемой в 2009 году, проводили ремонтные работы по усилению фундаментов. Но, как показало заключение 2017 года, проблема остаётся. Дмитрий Овсяников отметил, из ситуации есть два выхода – либо укомплектовать детский сад новым персоналом и сократить очередь, или перевести всех работников учреждения и малышей в детский сад на проспекте генерала Острякова. Открыться учреждение должно через две недели. По словам губернатора, окончательное решение должно быть принято до конца этой недели. Удивился глава города и тому, что аварийного объекта не было в дорожной карте, которую согласовывают с Министерством образования страны. Детский сад должен был попасть в список объектов, требующих немедленного ремонта. Михаил Родиков ответил, в списке здания значится, но в 2020 году. Соответствующее дисциплинарное взыскание я уже применил. Вот эта вот путаница. Когда узнал два месяца, вот 10 дней назад, Игорь Иванович, 9 дней назад. Включили, не включили. Если вы узнали 10 дней назад, а теперь, говорите, в дорожную карту включили два месяца назад. Вы на ходу это придумываете? Я совсем понятен. Разобраться департаменту аппарата, я вот такие вещи, враньё, просто не люблю. Дмитрий Овсяников анонсировал соответствующие кадровые решения, если ситуация не изменится к лучшему. Светослав Данилов, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Севастополя.